Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня необычный подкаст, подкаст с врачом превентивной медицины. Правильно? Правильно я произнес? Правильно. И мы сейчас выясним, что же это такое и зачем это есть. Что это такое вообще, превентивная медицина? Ну, превентивная медицина, это прежде всего предупреждающее. То есть мы ищем не проблему, а мы ищем причину. И так, получается, мы предупреждаем возможные заболевания. Я правильно сейчас доуточню? То есть мы не просто даже ищем причину, условно, нож в спине. Мы стараемся, соответственно, чтобы этот нож в спину не воткнули. Ну, так вот фигурально выражаясь. Да, то есть мы готовим броню, в которой этот нож разобьется, грубо говоря. Вообще, суть классической медицины, почему я, собственно, пошла учиться в превентивную медицину и все это изучать, потому что классическая медицина лечит острые заболевания. Вот, например, резко болит, человек пришел. Что мы можем сделать, чтобы это не заболело? Ну, то есть про то же самое, да, аналогию с ножом. И поэтому мы подготавливаем организм, адаптируем под нашу экологию, под наше питание, чтобы человек был более выносливым, ну, грубо говоря, так. Окей, окей. Смотри, если мы поговорим о том, что, так скажем, о чем мы можем вообще с тобой говорить, как со специалистом, сейчас с тобой вообще разговаривать. Смотри, ты, получается, врач-дерматолог, правильно? Дерматолог, сометолог. Косметолог – это, наверное, девочкам масочки сделать. Но мы только с тобой сегодня выяснили, что косметолог – это не только масочки сделать, а если это врач-косметолог, ну, нормальный, много чего можно сделать. Вот расскажи, ну, так гордко, что, допустим, в общем смысле, независимо от гендера, ну, как глубоко мы можем, допустим, поработать с мужчинами, как врачи-косметологи? Опять же, зависит от того, что нужно этому мужчине. Если вот так все устраивает в своей внешности, как бы, ну, типа… Ну, понятно, что косметолог – это про внешность. То есть, опять же, да, это больше про какие-то воспалительные процессы на коже. Здесь, как бы, вот я превентивную медицину все-таки немножко разделяю, потому что человек, кто приходит к превентивному врачу с превентивным подходом, он заранее думает о тех возможных проблемах, которые с ним могут произойти. То есть, вот живет себе человек такой, ну, плохо высыпаюсь, и, ну, и черт бы с ним, да? А вот другой человек такой, блин, я что-то стал плохо высыпаться, пойду-ка я. А кому пойду? Как раз-таки врачу с интегративным подходом от превентивной медицины, понять, разобраться вообще суть, почему это так произошло. И вот сейчас немножко отвлекусь, например, почему я, собственно, как врач-косметолог, достаточно прибыльная, хорошая профессия, да? Типа вот накачиваем там лица филерами, ставим нити. О том, что все-таки процесс старения, он необратим. Качество кожи. То есть, мне интересно докопаться до сути, как это все-таки происходит, чтобы на уровне клеточной, на клеточном уровне, грубо говоря, разбираться уже, что-то тормозить, что-то стимулировать. Например, в том же синтезе коллагена участвуют виталин С и магний. Магний мы исчерпываем просто понервничать. А сейчас такой 21 век, когда мы все время в стрессе. И те люди, которые не высыпаются и постоянно нервничают на работе или еще что-то, они выглядят на самом деле намного хуже, чем те люди, которые высыпаются и живут в комфортных условиях. Это все связано со стрессом. И опять же, это уже один ключ. И таких ключей на самом деле очень много, и каждого человека он свой. Пребует набор. Просто надо подобрать себя под каждого человека. Окей, окей. Ну, смотри, тогда, наверное, начнем с того, что, так скажем, я анонсирую проблемы нашей целевой аудитории и людей, которые меня смотрят. И, может быть, потом мы, Отличенные еще там заготовили для вас план, поговорим. В общем, наверное, самый такой вот к тебе вопрос, как к врачу-дерматологу и косметологу и так далее, ну, не секрет для наших зрителей, не секрет, если вы это смотрите. Естественно, смотрят люди, которые так или иначе используют гормонозаместительную терапию. То есть это препараты тестостерона. Чаще всего это не просто препараты тестостерона, это какие-то его аналоги. И у нас очень часто, что, соответственно, эти аналоги, они обладают именно способностью не увеличивать сам тестостерон, а даже больше увеличивать дигир тестостерон. В результате чего идет, ну, достаточно сильное-сильное высыпание. Вот. И не только, там может быть, и воспаление волосиного фолликула. То есть сложно дифференцировать это вот как чисто акно. Тут что угодно. Скажи, пожалуйста, вот окей, мы его, я его скомпенсировал, как с точки зрения эндокринологии. Что мы можем таким людям, ну, вот что ты можешь предложить таким людям в плане лечения, потому что, естественно, это все как воспалительный, ну, как остаток остается. Я поняла, да, вопрос. У меня были действительно такие пациенты, как спортсмены, которые принимают все эти, ну, гормоны, да, и женщины, вот женщины больше всего на это реагируют. Мужчины как-то на свои высыпания не особо сильно как-то их триггерят, если честно, кто и ходит, и ходит. Вот. А так это лазерные процедуры. То есть здесь мы должны комплексно, да, то есть как эндокринолог ты там начинаешь, не тошно ты? Не, не нужно, не нужно. Ну, то есть ты там компенсируешь это все, а я уже работаю с воспалительными процессами на коже. Это аптечные какие-то препараты. Я не хочу просто называть, чтобы люди не пошли скупать, потому что для всех это будет свой препарат, ну, то есть нужно смотреть. Вот. То есть я не буду называть какие-то препараты. Ну, мы можем сказать так, что мы медикаментозно его можем лечить. Ну да, мы лечим все медикаментозно, то есть это, возможно, прием каких-то средств, либо нанесение каких-то средств. И так же смотрим на дисбалансы микроэлементов. Ну, смотри, чтобы для зрителя было понятно, как у него эти процессы образовываются, а ты меня поправь, если я это не прав, давно хотел эту тему обсудить. То есть получается у нас сами гормоны, ну, сам антигидродоцетерон, он же не вызывает воспалительный процесс, он вызывает, соответственно, как правило, просто повышенное салоотделение такое. А здесь больше идет о том, что даже гормоны могут быть в норме. Вообще суть акне, да, то, что сальная железа неадекватно работает на наших гормонах. Но это гиперфункция? Это может быть и в нормальном. То есть людей, кто не, ну, допустим, не спортсмен, их же полно, кто с акне. И здесь дело-то как раз-таки бывает, ну, то есть гормоны поймать-то еще будет им сложно. То есть если человек что-то принимает, да, мы как-то можем вот эту корреляцию отслеживать, а если человек не принимает, вот у меня много девочек с акне, ну, то есть мы на лечении, да, и там гормоны могут быть в норме. Здесь именно, как бы, можно сказать, иммунный ответ сальной железы на наши же гормоны. А, даже так? Да. То есть это еще и в рамках алкогольных процессов можно рассматривать. Да, я как бы, когда пациенту пытаюсь объяснять, я говорю, это просто ваша сальная железа вот видит вашу гормон. Это же обычно в пубертации начинается, то есть когда выработают гормоны и так далее. И сальная железа, она просто, ну, реагирует гиперсекрецией кожного сала. И у нас возникают эти акне. Почему там назначают, там, системные препараты? Чтобы регулировать, там, 5-афредутаза то же самое. Ну, да, да. И нам нужно вот эту активность 5-афредутаза немножко, ну, снижать. Ну, вот, мы можем, ну, трицептически так. Но, опять же, важен везде баланс. То есть здесь, конечно же, база ЖКТ, но, опять же, это не лечение. То есть, да, мы понимаем, что это все генетически, гормонально, там, грубо говоря, как наши рецепторы работают. И здесь надо повышать иммунитет. Как мы можем повысить иммунитет? Да, мы не можем, например, изменить воспринятие воспринятие сальных желез, там, на свои гормоны, если так, ну, так случилось-получилось. Но мы можем повысить иммунитет. А если мы повысим иммунитет, мы не увеличим аутоиммунные реакции? Хорошо. Мы тогда не увеличиваем иммунитет, мы снижаем нагрузку на организм. Следовательно, наш иммунитет не будет, ну, как бы, распыляться, грубо говоря, на ненужный процесс. Вот. В принципе, все вот иммунные процессы, вот, которые, как мы лечим псориаз, ну, там, атопический дерматит, мы начинаем с гипоадергенной какой-то эллимиционной диеты. То есть мы сначала через ЖКТ пытаемся, и потом уже регулируем все, ну, грубо говоря, гипоадрит. Если я буду разжевывать, а ты меня прям сейчас дополняй, потому что ты в этом, как бы, больше спец. Значит, смотри, как я это вижу, то, что вот о чем ты говоришь. Допустим, мы сдали хромоспектрометрию по Осипову и нагрузку с иммунной системой сняли в том, что она раньше боролась с огромным количеством патогенов. Ну, к примеру, стафилококус ауреус, который там, наверное, зрители более-менее плюс-минус... Просто пилоток все знают. Да, да. Вот. То есть, соответственно, допустим, мы его снизили, может у нас от этого, ну, активность вот иммунной системы снизится, антитела там даже какие-то, может быть, немножко убавится, если мы их будем замерять. Может быть. Ну, конечно. И, следовательно, и у нас иммунитет становится лучше, и мы уже на коже не видим таких ярких проявлений. Например, вот те люди, у которых есть истинная аллергия, например, иммуноглубылина, еда, вещей типа ВЖКТ, там, ищем еще что-то, мы же нейровоспаление какое-то, гормональные какие-то процессы. То есть, здесь я в общем, да, это говорю. То есть, иммунный статус организма повышает, ну, как бы, он не извне повышается, да, типа иммуномодуляторов каких-то мы там стимулировали. Просто свой ресурс, он работает так, как надо. И вот эти вот уже проявления, как бы, истинных аллергий, он будет меньше. То есть, если раньше данных филактического шока, то человек, который там убрал все возможные там аллергены, которые воздействуют, они уже будут проявляться, например, просто заложенностью носа. Ну, грубо говоря, да, то есть, именно сама вот эта яркость проявления будет снижаться. Ну, это я так фигурально иногда пациентам своим объяснял, это, наверное, конечно, ну, то есть, с наукой нельзя провести никакой параллель. Ну, я говорю, вот есть какая-то крепость, там, куча-куча солдат. Ну, да, конечно. И вот мы с частью солдат нагрузку сняли в плане того, что там какие-то животные их не путают, не бегают, вырезали медведей, не знаю, которые их постоянно путали. И теперь они не реагируют на этих затих, медведей. Да, 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 вот именно в этом и суть. То есть, мы здесь не новую армию какую-то подстраиваем, подстеляем, да, а просто свою укрепляем, и все остальные вот эти вот воздействия, они становятся не такими сильными, и в ущерб организму такому не приносят. То есть, по сути, если мы, ну, опять же, для зрителя так говорим, наверное, ну, тоже поправим, а можно ли так сказать, вообще история про антитела, все лишние, вообще про аутаимонку, да, это такая, так скажем, ложная тревога в крепости фигурально урожать. Вот, она же нам не нужна, по сути. Ну, никакие аутаимонные процессы нам не нужны, но как бы не всегда, ну, блин, нет, как сказать-то, ну, мы просто с ними, бывает, сталкиваемся, и с ними надо как-то работать. То есть, я не могу их как-то сказать, что они нам не нужны. Ну, бывает так. Ну, я имею в виду те, которые мы же меряем, те, которые мы видим, избыточные аутаимонные процессы. С пониманием, что некоторое количество антител, ну, оно в норме всегда присутствует. Но когда мы говорим о том, что идет корреляция на повышение, даже если взять, там, банальный аутаимонный тиреидит, ну, то, что мне близко, мы вот видим рост, там, в тысячу, допустим, да, и уже такие, ой-ой-ой, что-то не то, что-то нам сделать, забыл хвататься. Окей, окей. Ну, смотри, теперь давай, наверное, перейдем к тому, что мы готовились, у тебя были какие-то вопросы ко мне заготовлены? Да, я слышал такую вещь про мужчину с ним. Как больше нравится. Правда ли, что у мужчин, у кого высокий прогестерон, ну, не просто высокий, в смысле, завышен, те меньше изменяют, чем мужчин, у кого, наоборот, он слишком низкий. Ну, то есть, неправильное соотношение прогестерона, тестостерона, вот этого всего. То есть, у кого высокий прогестерон, низкий тестостерон, меньше изменяют, у кого тестостерон выше, а тот ниже, те любители ходить налево, скажем так. Ну, тут надо провести такой параллель. То есть, все-таки, наши все гормональные, так скажем, реакции, которые запускают, соответственно, все... Говори, как и есть. Все моменты, которые руководятся старым мозгом. Это не только секс, это еще и еда. И у людей, у кого даже, собственно, тестостерон достаточно активен, естественно, аппетит будет повыше. И у них риски ожирения больше, или это, наоборот, они будут разгоняться? Зависит от образа жизни. Уже может быть и выше. Да, да, действительно, такое есть. И мы можем наблюдать крупных мужчин достаточно с вот этими вот огромными там животами. То есть, видно, что человек сам в себе... Не, без разницы, без разницы. Тут просто от образа жизни. Он потенциально атлетик по типу телосложения, если вспомнить, допустим, Ганушкина классификацию. Вот, даже, может быть, атлетичный в юности был. Но ввиду образа жизни, и даже, может быть, у него высокий, да, тестостерон, вот, но ввиду того, что образ жизни ведет неверный, а как бы его все старый мозг руководит первичными потребностями, это побольше секса, побольше покушать, вот, побольше удовольствий, естественно, вот. Соответственно, вот ввиду этого лишний вес будет иметь. То есть, люди вот этот вот, как и смертный грехов, кто любит чревоугодие, это люди с высоким тестостероном? Ну, в каком-то смысле здесь есть две крайности. То есть, если мы рассматриваем тестостерон, это нас разгоняют первичные инстинкты какие-то, и человек становится, если человек, который, ну, здесь несколько неизученное, на самом деле, белое пятно, да, то, что заставляет, ну, так скажем, вот эту вот силу воли неизвестную, да. Вот, и человек с вот этой вот психологической состоянием силы воли, если он умеет себя контролировать, он от этого получит плюсы. Это вот как вспомнить, да, когда фронт, там, кольцо надевал или кто-то, то есть, плохой человек надевает кольцо, он становится более плохим, или вот маску, если кто-то смотрел старый фильм. Абсолютно с тестостероном точно такой же эффект. Человек, который социопатически и укололся тестостероном, он пойдет и всех переубивает. Это действительно так. Человек, который, соответственно, допустим, руководствуется разумом, у него какие-то цели в жизни есть, позитивные, социальные, правильное русло, да, он эту энергию направит абсолютно в верное русло. То есть, высокопримативность станет еще более высокопримативным, низкопримативный, соответственно, его высокопримативность немножко подрастет, и это будет ему давать толчок, чтобы он не вот в этой своей, как бы, да, если рассматривать низкопримативных людей, вот этой своей интроверсии некой, некой своей даже, может быть, апатичности, да, вот очень часто можем наблюдать там людей интеллектуальные, да, то, что мы такие, может быть, немножко апатичные, более пассивные в своей жизни, более слабохарактерные, тестостерон это убирает. И человек с высоким интеллектом убирает вот этот вот тормоз, который ему мешает, и он может написать на тестостероне научную работу, допустим, более даже эффективно. У тестостерона, я сейчас не вспомню, ну, прям вот я даже видео делал, как влияет на мозг, есть метаболит, который распадается и работает исключительно как вот психический стимулятор в мозге. То есть это очень важный аспект деятельности вообще всего, всей психики, всего мозга в целом. А на женщины так же влияет или точно так же, да? То есть повышенный тестостерон у женщины, она так же будет, ну... Она будет более фертильной, и если она себя не контролирует, это будут неконтролируемые половые связи, неважно, независимо от гендера. Тестостерон те же самые реакции запускает, просто женщине нужно даже меньше просто по дозировкам получить, чтобы получить какой-то более яркий эффект. Ну, я узнаю просто несколько коллег-врачей, да, которые используют тестостерон, то есть это какие-то наружные средства с тестостероном, чтобы усилить свои когнитивные как раз-таки функции... Ну, как это сказать? Не когнитивные, как это попроще? Ну, нет, ну правильно. Умственные, умственные. Да, секретальные способности, когнитивные способности – это правильный термин на самом деле. А почему нет? Ну, мне не очень нравятся гели, вот, просто гели в том плане, что, ну, на мой взгляд, это не всегда ровный фон, ну, вот прям... Ну, есть просто препараты, насколько я, опять же, да, видела, то есть дозированную, то есть нажал, дозировка, всё, у тебя вот эта одна капля, и в область там живота, они из-за живота как бы или оттирают. Да, здесь просто, соответственно, всегда разные данные, ты, наверное, лучше всех меня здесь поправишь, то проницаемость через кожные попробуем. Чисто из-за этого, и поэтому мы имеем некую погрешность, когда... Ну, конечно, да. То есть в крови человек это сдаёт. Вот, и я всё-таки часто вижу кровь, и я могу сказать, что кровь не совсем ровный фон, то есть то густо, то пусто, вот у людей, кто эпидерманы это принимают. Вот. И ещё эти женщины визуально начинают, ну, мне как косметологу, да, интересен этот факт, то, что они становятся мужеподобные. Здесь... Потеря волос по мужскому типу, то есть я прям, вот ты знаю, да, то есть видел такой пример, женщину там пыталась пересаживать, вернуть, то есть... Ну, тестостерон для неё важнее, когда она его не отменяет. И они все становятся какой-то высокий, такой широкий, ну, я так понимаю, за счёт потери волос, да, лоб кажется этим большим, и мужские черты лица приобретают. Я даже здесь сейчас вот речу и на твой первый вопрос по мужчинам, которые изменяют, потому что было бы интересно, типа, что с этим делать. Итак, в общем, смотри, если резюмировать тот и другой вопрос, потому что, в принципе, повышенная либидо, что такое, ну, склонность к измене, да, явно ему хочется секса, значит, больше, да, что то, что прям, как говорится, бешеные собаки себе вёрст, не крюк. Вот. Он нам начинает где-то что-то искать. Мы уже можем рассмотреть это, ну, как некий такой побочный эффект, ну, потому что он перебирает, возможно, с этими. Вообще мы в медицине, в принципе, говорим о том, что такие неконтролируемые половые связи – это плохо. Хотя бы в плане, там, профилактики. ЗПП. ЗПП, да. Вот. Если мы видим, что пациент вынужден так себя вести, что он прям не может контролировать, мы можем рассматривать это как побочный эффект. То же самое. И любые изменения негативного характера у женщины, тем более уж облысения, и там любые изменения, если это не в плюс или так в минус, мы рассматриваем в побочный эффект. И тогда о чём мы говорим? О том, что вопрос не в препарате, да, а в неграмотном его администрировании. Потому что что такое экзогенные гормоны? Это просто инструмент. Иногда он просто вообще не нужен, есть такая категория пациентов. Можем вообще человеку происследовать, делать кучу анализов и сказать, прости, тебе это не показано. Мы нашли другие проблемы, которые мы решаем другим путём. Вдруг у него там просто кишечник надо вылечить. И вообще разговор не об этом. У него там андрогены хорошие, всё хорошее. Ну, какого-то такого виртуального пациента представили. Поэтому, да, большинство людям тестостеронных загенные, те или иные его, так скажем, виды, они могут сделать лучше. Ну, и повысить уровень жизни. Но мы должны очень качественно администрировать. Если нет качественной администрации препарата, мы не можем вообще говорить о том, что мы полноценно оцениваем эффект от гормонозаместительной терапии. И тогда, ну, как бы, ни эффекта нет. А у тебя есть такая тактика подбора гормонов, например, там, ну, опять же, я не эндокринолог, да? От меньшего к большему. У меня, например, в косметологии я очень часто в некоторых моментах от меньшего к большему иду, чтобы, ну, как бы, лучше, как бы, доколоть, чем переколоть, вот, например. А в твоём случае, как со стороны эндокринологии, вот, гормонально-заместительная терапия или ещё какая-то, там, терапия, или, там, ты такую технику, ну, тактику используешь, или это невозможно ради себя? Мне кажется, знаешь, я бы, наверное, вообще, ну, по крайней мере, то, как я вижу медицину в целом, я бы сказал, что это, ну, такой некий медицинский базис. Если мы не будем брать скорбь помощников, ну, это вообще отдельная тема, да, у них, то, по крайней мере, в эндокринологии и, как мне кажется, в других огромных смежных областях каких-то, ну, нет смысла сразу сыпать много, вообще никакого. И когда мы говорим, то, что мы, допустим, особенно женщине дали тестостерон, или даже мужчине дали, если запрос, одно дело, когда это запрос бодибилдера на спорт, это мы выводим за скобки, это мы говорим, ну, это какие-то особенные люди, вот, ему нужна, там, Олимпия, Олимпиада, не знаю, что угодно, ну, короче, какие-то свои достижения. Если речь об уровне жизни, в первую очередь мы разговоры ведем о физиологических дозировках, и никак иначе. Вот. И бывает такое, что большинство мужчин, ну, допустим, или и женщинам, кстати, некоторым тоже, нужно просто снизить ГСПГ. Тогда речь и о том, что не только мы даем изначально мало, но мы еще и даем на короткий промежуток времени. Понятно. Ну, вот. То есть это люди представляют, что это пожизненно, а иногда речь о трех неделях. И человеку этого достаточно, чтобы потом ГСПГ снизился, и он просто у него, собственно, это стерон начал нормально работать. Вот. Как приправы. Раз, чуть-чуть. И все. Вот такой интересующий вопрос. Сейчас мне интересно про женщин поспрашивать. Потому что есть такой, как бы, маркер у женщин. Если у них дрябла шея, то, значит, у них дефицит эстрогена. Вот. То есть это от 40 лет обычно. И обычно ты резко занимаешься такими случаями. То есть именно ГЗТ на гормональная заместительная терапия, на небольших дозировках, то есть с отслеживанием женских гормонов. Там мужские, ну, как бы, да, у нас же всех одинаковый гормон. Просто у нас отношения разные у всех. Вот. То есть коррекции вот это вот. Ну, естественно, мы можем рассматривать как эндокринологию в плане, не только, так скажем, то, что у нас внутреннее здоровье, но и такой внешний, внешний составляющий вид. И в основном, естественно, занимаюсь, потому что в целом, даже если взять направление, которое на канале очень много озвучено, там, бодибилдинг, фитнес и прочее, это все про внешность. И люди к современной гормонозаместительной терапии приходят как раз-таки за внешностью. Поэтому это основной критерий, я бы так сказал. Очень, да, мало людей, и мужчин, и женщин, причем, подчеркиваю, ко мне обращались с фразой «А я там вот по здоровью хотел что-то узнать». В основном люди говорят «Я хочу похудеть». Как раз-таки у меня проблемы с визуальными составляющими, кто на что жалуется, от живота до лица. Соответственно, и прочитал, посмотрел в интернете, что значит на форумах люди самостоятельно это используют, но я боюсь, не умею самостоятельно, я хочу с вами. Самостоятельно используют гормонозам? Да, взаместительную терапию. Касательно непосредственно вопроса лица, есть моменты, когда, особенно если мы говорим о том, что есть нарушение постурального баланса, вот, чтобы было понятно зрителю, соответственно, это соотношение, особенно мы смотрим костей, да, ванных костей, вот, и история не только про сколиозы, лицевые кости, да, как они расположены, пациенты с изначально какими-то дефектами, честно, лицевыми. То есть, от рождения, грубо говоря, да? Да. Которые сформировались как с возрастом, мы в косметологии там, ну, у нас проседают тоску, а именно изначально, да? Изначально, или, может быть, вот, к примеру, возьмём стоматологию, к примеру, он удалил себе часть зубов, он удалил себе часть зубов, и просто проседание на этом фоне произошло, изменение, ну, тоже, что здесь гормонами не сделаешь, ничего гормонами не сделаешь, на самом деле, потому что у него, там, ну, тоже изменение в костях, или вот эти вот все, там, остеопорозные всякие проявления, они могут быть на, тоже, соответственно, суставах челюсти, и что мы сделаем, но ничего не сделаем, если там уже есть остеофиты, есть нарушение оживания и так далее. Поэтому этот момент мы должны, ну, исключить. Иногда достаточно просить пациента, там, как-то даже по видеосвязи просто созвониться, мы понимаем, что человек условно здоровый, и этих проблем нет, и мы говорим, да, мы можем решать проблему тем, что мы используем гормонозаместительную терапию. А иногда мы идем, делаем МРТ, и там какие-то, может быть, направляем к смежным специалистам, если есть на это подозрения. А есть у тебя такие пациенты, которым ты отказываешь в лечении? Ну, в первую очередь, нет, есть, ну, опять же, в лечении я... Ну, гормонозаместительная терапия, есть такие пациенты, которые прям категорично ты их не берешь, будь то спортсмен, который хочет, ну... Ну, естественно, я ему так и говорю вам, допустим, вот только недавно у меня был случай, позвонил мужчину, вот мы ему искали, кстати, кардиологу с тобой, вот этому товарищу. Невозможно дальше продолжать, он еще там что-то продолжает, как-то фу, ну, вот чуть-чуть, потому что он очень долго был на гормонозаместительной терапии. Но у нас такая беседа состоялась, ну, пока человек пропал, не знаю, где человек, может быть, то есть сам он решил, может, ему не понравилась идея отмена гормонозаместительной терапии. Но там в сердце, ну, есть структурные изменения в сердце, и, по крайней мере, пока мы не пронаблюдаемся, не полечимся с кардиологом, не получим адекватное, именно адекватное, не как в поликлиниках, вот это вот все там, адекватное лечение от кардиолога и превентивного тоже характера. Вот, как мне коллеги понравилось, да, он тоже врач превентивной медицины, я такой, он кардиолог. Да, с другим не работаем. Ну, вообще, прямо... Я уже все, я пересмотрела круг, на самом деле, коллег, с кем вообще работать, потому что, ну, о чем говорить, вот, когда у меня проблема была с эндокринологом, кстати, вот, хорошо, что все-таки ты откликнулся к нам на работу, потому что сложно. Гинекологу отправляешь коки, коки, везде коки. Вот даже я столкнулась с такой ситуацией, у девочки киста, там, по 10 сантиметров. Лечите коками назначение бумажек. Коки, коки, просто всему была вам. Мне сказали коки. А я же, ну, просто, как бы, я вообще, например, круть доживаю, вот. Вот с коками? Не знаю ничего. У меня, знаешь, такая ассоциация с коками. Ну, как бы, ну, в общем, смотри, с коками мы, как бы, подзакруглили, да, ну, просто, грубо говоря, если в отдаленной перспективе очень длительный всем подряд, мы не всегда можем, насколько я понимаю, да, предсказать позитивные и негативные, точнее, все негативные какие-то моменты предсказать. Вот. Хотя это не отменяет какой-то, ну, возможного использования в некоторых ситуациях. Вот. Что дальше у нас по списку? Расскажи, пожалуйста, Шво, какие вопросы? Мы что-то, а, мы хотели с тобой обсудить, ты меня хотела рассказать про своих женщин в Минопау. Значит, все про них хочется узнать. Да. Так, ну, самое главное, что у нас после сорока лет снижается... Все. 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 Извини, пожалуйста. Ну, что меня интересует? А что меня интересует? У меня, по сути, мне это все понятно, что происходит. Мне бы хотелось, чтобы пациенты это понимали, на самом деле. Что в сорок лет, ну, так, в тридцать пять лет, там, это снижается, в сорок лет это снижается. Ну, то есть, к сорока годам женщина уже должна начинать готовиться к нашему деликатному возрасту с Минопаузой. То есть, чтобы легко пройти вот этот рубеж и не потерять всю свою красоту, я как бы стараюсь их направлять как раз-таки к эндокринологу. Знаешь, и вот самое вообще, что я слышу, я не хочу пить гормоны, я боюсь пить гормоны, для меня гормоны – это страх и так далее. Почему мне кажется, что это все думают про эти коки, если честно? Ну, потому что, не знаю, что, ну, наверное, было очень много ошибок, на самом деле, с которыми столкнулись женщины в течение своей жизни, и поэтому они очень боятся вот этой гормональной заместительной терапии. Ничего, здесь собирательное образце, понимаешь? У нас есть истории, но это то, чем ко мне приходят очень часто. Наверное, я могу сказать, что один такой пациент в месяц у меня сходили не вести. Это различные кортикостероидные истории. Ну, допустим, тоже диксаметазон. Должен ли хирург дать диксаметазон? Ну, безусловно, огромное количество случаев, когда хирург должен дать диксаметазон. Ну, своими хирургическими приключениями, там, либо послеоперационно, либо там у них эти вот все всякие гнони, что-то еще дела, ну, там, в общем-то, в случае, но он должен потом отправить к эндокринологу. Второе, то, что должен отправить к эндокринологу, никогда не соблюдается. Конечно. Ну, ты наверняка знаешь, что сахар повышают, вы теперь знаете, что сахар повышают данные препараты. Вот, очень сильно. А вот смотри, если у человека, знаешь, перебив, случается какой-то, ну, аллергический приступ, да, там, отек к венке, ему ходят дексу, там, хорошо, прекрасно получается, решается. После этого разовым случаем влажности к эндокринологу? Да, потому что мы никогда не можем предсказать. Вот, индивидуально твоя поджелудочная. Мы, тем более, с ней не знакомились, мы не знали ее цифр, ничего не знали. Вот, там, взять твой же даже не идеальный инсулин, да, который мы там прошли. И мы тебе еще взяли и перегрузили ее. Ну, то есть, мы не знаем, сколько для тебя, вообще мы, вот сейчас взять любого, искренний, да, даже преподавателя, кого угодно, и спросить, там, неважно, эндокринологии или, там, фармацевтики, чего угодно. А вот как ты считаешь, сколько дексаметазона, это много или мало? Ну, я лично, например, так, да, если бы отвечала, что, вот, чтобы аллергию остановить, грубо говоря, да, а чтобы там, ну, для лечения какой-то точной, ну, не лечения, ну, примерно. М-м-м, правильно, правильно, да. Точно. А сколько дексаметазона, ну, грубо говоря... А вот сколько, без понятия. Да, будет для того, чтобы, ну, спровоцировать киперблюкемию и, там, патологические... Ну, для каждого человека, наверное, разная дозировка. Да, мы не ответим на этот вопрос. Вот одному 5 мг, и он ушел в диабет, а другому 3 месяца лили, и он слегка отек, и потом бухать поехал, и все нормально. Вот, поэтому мы не предскажем, поэтому только проверять. Каждого пациента после каждого события проверять. Но они сами... Другой момент, что я могу сказать даже из своего опыта, вот, недавно только у меня близкий друг, о, если ты меня смотришь, задай анализы. Какие? Уздай, уздай. У него целый список, выписка, все есть. В общем, значит, действительно, там тяжелая история, и человеку надо работать. И выхода, кроме кортикостероидов, действительно, не было. Значит, окей, он пролечился кортикостероидами, ему помогло. Он изначально ко мне приходил как сахарный. Я говорю тебе, окей, лечись так. Первый. Потому что... Второй. Значит, и я говорю, окей, лечись так, но тебе кровь из носа надо просто это будет сдать. Где Вова? Нет Вова. Вот. Ну, все же прошло, его же ничего не беспокоит, и диабет, которые, ну, диабетические проявления, которые в виде ожирения, ну, у него прям была степень, соответственно, ожирения, мы купировали, как бы все это смазалось немножко. Уровень жизни поднялся. Зачем ходить к доктору? Ну, понятно, да. Не надо. Поэтому очень часто и сами пациенты этим пренебрегают. Или кто-то говорит, а я в больнице лежу, вот другая моя пациентка, я в больнице лежу, там, раз 10 за год с ларингическими вот этими историями, и ее постоянно капают Дексой тоже. Отлично. Вот. Да, помню, какую-то Дексой. Не помню, по-моему, они капают. Вот. И что мне каждый раз, он к вам идти, теперь анализы сдавать, так прочее. Я говорю, что, если его тут... Ну, ибо найти специалистов, которые окончательную точку поставят, ну, это же невозможно каждый раз. Вот это вот все, ну, то есть... Ну, я просто, я же не ларинголог, я откуда знаю, как это вот все пролечить, вот в этом смысле, да? Вот, это вообще не моя болячка. Ну, там, ну, в принципе, вот, я считаю, что ты можешь что-то сделать. Ну, я, соответственно, я старался в плане, ну, всех этих, там, вторичных воспалительных вещей, все прочее, ЖКТ мы пролечивали, то есть, это все было. Асанация на промывание, то есть, там, кукушки, промывание миндалей, стоматология, ну, не можешь быть, вот просто так, где-то что-то есть? Ну, вот дело в чем? С одной стороны... Ну, опять же, это надо пациента разбирать на самом деле, может быть, ну, как бы, я понимаю, что все-таки я, вот, как косметолог, например, в эндокринологии эти советы, ну, как бы, ну, опять же, вот, полноценно лор заболевания я бы все же не стал лечить, вот, как ты говоришь, просто по причине, что не моя специализация. Но я могу сказать, что она из данной пациентки отсекающего тем, что нет, так как полиморбидность, это когда много всяких болячек и всяких препаратов, соответственно, и нет возможности своевременно среагировать на то или иное заболевание. Пока она доехала, это, ну, московская, соответственно, барышня, в Москве тяжелее, в Москве очередя больше, пока она дошла до специалиста, естественно, она из-за, ну, даже материального положения, потому что, ну, как бы, невозможно осилить там все-таки широкий спектр всех болячек, соответственно, за собственные деньги, идет по полису, и пока она доходит, у нее новое начинается что-то, еще что-то новое, вот. Поэтому у меня уже, честно, с этой волной, я уже перестал понимать, что ее вообще делают, ее то соперировали там на что-то, то еще что-то. Я просто локализацию даже не могу представить, потому что уже ее столько миллион раз вроде везде все почистили, все проделали, мне уже непонятно, что, что там дает это воспаление. Наверное, тоже превентивный какой-нибудь должен заниматься врач, там, линголог, не знаю. Ну, превентивная медицина, вот, по крайней мере, вот то, что мне дает превентивное знание вот этой вот базы, скажем так, это то, что понимаете, откуда ноги растут. Иногда я не могу, я не, как бы, да, там, не говорю, потому что я решу все ваши проблемы. Так, дорогие друзья, мы с вами немножко решили закругляться. В общем, пишите нам вопросы в комментариях, у нас есть замечательный братиш. Мы реально, в общем, можем охватить много тем и просто поговорить вот так вот за жизнь, как сегодня, обо всем и ни о чем. Поэтому пишите, кому интересно, ну, не только косметические вещи. У нас, например, есть тема розации, да, очень объемная. Спасибо. Спасибо.